Восьмое окошко. Заказывали? Открываем! Приветствую вас, друзья коллекционеры! С вами Алексей Чернышов и это уже третий экспресс-обзор на календари. И третьим по традиции у нас идет календарик от компании Mattel по серии Hot Wheels с Дед Морозом на таких техно-классных санях. Восьмое окошко и оно достаточно символичное для этого календаря, ведь всего 8 машинок в этом календарике будет, но пока у нас их не 8. Однако восьмое окошко, вот оно здесь, будем вскрывать. Вот оно восьмое окошко, давайте вскрывать. Что-то мне подсказывает, что там опять модель. Та-дам! Я был прав. По форме было понятно, что это модель. Нифига не достается она. Вы представляете? Ну и так. О, пошла. Итак, в восьмом окошке нам попалась модель Fast Filion и в модельном ряду Hot Wheels она стартовала в 2008 году, точнее была создана в 2008, а стартовала в 2009. Если быть точным автором этой модели, является Фрейзер Кэмпбелл. Впереди такое ощущение складывается, что это не решетка радиатора, а рот, учитывая еще здесь фары. Блин, ну реально, вот так сбоку вообще, как будто грустняшная машинка. Передок, естественно, провальный, впрочем, как и задок. Детальки есть, но, как говорится, далее, чем просто их сделать, они не пошли. Красить их не надо. Их декали наносить тоже. Также не очень нравится, как с одной стороны выглядит логотип Hot Wheels. Он там наоборот. То есть с этой стороны он все логично. Hot Wheels в эту сторону, да. А здесь они его, именно надпись развернули, и как-то она не очень эстетично смотрится. Ну, это скорее придирка, но, в общем, мое наблюдение. Катки мне очень нравятся. Также нравится то, что спереди маленькие колесики, сзади большие. Здесь у нас теперь наоборот. Сзади прокрашены спицы, а спереди нет. Если помните, предыдущая машинка, я не говорил, там были наоборот колеса. Так вот, цвет колес тоже приятный. Все, сам цвет модели такой перламутровый, зеленый, переливающийся. Очень здорово. Как, впрочем, и декали сверху. Все это очень приятно смотрится. Дополняет образ модели. Сама форма сбоку, особенно мне, крайне симпатична. Моделька выглядит здорово в этом плане. Также хромированные детали на капоте однозначно к месту. Сзади через окошко можно увидеть кучу колонок. Ну а снизу модель выглядит так. И я впервые вижу хромированную деталь, встроенную в днище. Не совсем понятно, зачем оно тут надо, но оно есть. Вот такая модель, и она является эксклюзивом для мультипаков, как, впрочем, и вот эта модель. В видео про вот эту модель, когда мы вскрывали одно из окошек, я сказал, что она эксклюзивна для этого календаря. Нет, это была оговорочка по Фрейду. Эта модель эксклюзивна для мультипаков, как, впрочем, и эта. То есть мультипак это, по-моему, от 10 моделей начинается. И календари в эту категорию тоже попадают. То есть подобную модель и такую можно найти еще в мультипаках. По-моему, от 10 моделей они начинаются и больше. В общем, вот такая вот оговорочка. В завершении скажу так. Моделька в целом симпатичная, но не так, чтобы прям вах. Сама форма модели мне очень нравится и импонирует. Так что вот эти две машинки можно смело будет поставить на полочку. Они не будут сильно выбиваться из общей моей концепции модели, которые я собираю. Ну, а на этом у меня, друзья, все. Ставьте свои горячие лайки, делайте скоростные репосты и не забывайте подписываться на канал. Здесь интересно. И про колокольчик не забывайте. С вами был Алексей Чернышев. Канал Сын Отеца Игрушки. Создаем коллекцию вместе. Благодарю вас за внимание, друзья коллекционеры. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова